Здравствуйте, мои хорошие и мои любимые! Тере Мукарлит! Я сегодня ночью спала и слышала топот маленьких быстрых ножек. А вы прислушиваетесь ночью? Слышите что-нибудь? И, конечно, как и ожидалось. Кристина прямо очень ждала. К ней ночью прибежал первый гномик. Месяц начался, месяц волшебный. И что же он принес Кристине? Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте варить кофе. Давайте завтракать. Что-то мне сегодня захотелось яйца. Вот смотрите, как в этой сковородке китченей можно совершенно без грамма масла поджарить яйцо, например. Мне сегодня что-то захотелось жареного яйца и кофе. Вот прям на ваших глазах без капли масла переворачиваю. Эта сковородка, которая новая, она совершенно не крутится. Все нормально пока соприкасается с поверхностью. И, кстати, на старой тоже сохранилась поверхность изумительно. Даже несмотря на то, что она не соприкасается с плитой и крутится, там точно так же можно жарить без масла абсолютно. Вот поэтому я ее не выкидываю. Прошу мужа, может он ее прорихтует немножко, рихтанет. Ну, не знаю. Вот. И никаких царапин там тоже нету. Видите как? Так. Вроде жареное, а вроде без абсолютно на сухой сковороде. Ты да что, мой зайчик? Что ты хочешь? Чтоб я тебя синичка поймала, да? Нет? Да. Ты какой ласковый, хороший котик. Да. Ой, 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 хороший какой. Сегодня в Таллине снежок выпал. Смотрите-ка, да. Лежит теперь, лежит теперь на тепленьком и смотрит на синичек. Наблюдатель. Синички его не боятся. Синички его не боятся. Синички его не боятся. Кристина открывает свой гномичий подарок. Вот это дом! Вот это дом! Дом! Не просто дом, а с окошками и дверками дом-календарь. Ой-ой-ой! Где ж тут искать-то первую цифру нашу? Уже узнал. Ох, как дети быстро! Вот она, цифра 1. Первое число. Открываем. Так, и что же мы там получаем? Ой, какой хорошенький окошко! Ну-ка, что там? Вот какой! Ну-ка, покажи! Вот, шоколадное киндер яйцо. Тяжелое, значит, чистый шоколад там как бы, ну полный имею ввиду, не полый. Так. Ой, как хочется-то все сразу открыть. Или каждый день надо по окошку? Вот. Каждый день. А сразу все нельзя? Нет? Хорошо. Ой, я бы, знаешь, бы, наверное, сразу. Ай, вкусно! Ай, вкусно! Вот теперь придется ждать-то до завтра. Искать завтрашний день. Завтрашний день. Ай, правильно-правильно! Сегодня же второе. Сегодня... А, значит, можно открыть и второе еще. Тебе повезло! На себя пальчиком вот так. Ага, го-го-го! И что там? Еще одно шоколадное. Ах ты, Боже мой! Весь дом шоколадных яйцах. А вкусные вообще, да? Да. Так, все. Завтра третье... А можно третье окошко еще открыть? Уже нельзя, да? Все. Третье нельзя. Все строго по числам. Все, да? Дисциплинированное у нас сила воли. Хошь не хочешь, а исполнять правила нужно. А что это гном у нас отвернулся? Гном отвернулся. А тут что происходит? Тут что творится? Ой-ой-ой! Вот Пушок ведет себя скромно, интеллигентно. А ты, значит, вот оно что творится. Ясно-ясно. Ой, баловник. Да. О, бантики развязывает. Ты смотри. Шустрый какой, а! Давно не показывала я вам свои фиалки, которые здесь роскошно себя чувствуют, цветут. Крапива разрослась вообще. Ух! И опять зацвела. Я помню, что вы мне советовали эти цветочки обрезать, чтобы они не забирали сил. И буду я ставить их в вазы. Помните, я говорила вам, всю зиму у меня будет в вазах свежие цветы. Да, скоро ей, наверное, горшок надо будет, как ведро. Какое огромное, красивое. Эти фонарики наши с кухни я все-таки решила выкинуть. Похватит им. Пора их прошла. Вчера я вам обещала, что сегодня покажу вам лайфхак с золотыми ложками, лопатками и так далее. Что делать, чтобы лежа просто в шкафу, они у вас не темнели. Не знаю, как у вас, если я достаю через некоторое время эти ложки, вилки из шкафа, из ящичка, они снова становятся черные. Они чернеют, темнеют сами по себе. Так вот, что сделать, чтобы этого не было? Очень просто. Этого меня научила продавщица в ювелирном магазине. Там, где вот эти лопаточки, ложечки все покупались, там она меня этому научила. Одна из тоночков. Вот посмотрите, что очень просто. А действительно, я все года этим пользуюсь. Ну, этот раз, который мы с вами чистили, они у меня уже совсем просто запущены были, лежали. Их периодически все равно чистить вы будете, конечно. Но вот этот способ очень легко все-таки отодвигает момент следующего очищения. А для этого всего-то нужно просто обычные пластикатовые пакетики. Лучше, конечно, если бы у вас была бумага в той, в которой эти золотые вещи продают. Знаете, она такая жесткая, как промасленная. Нет, она не промасленная, но такая коричневая, жесткая, в чем продаются эти ложки. Но, к сожалению, эти бумаги куда-то деваются сразу после того, как вы эти вещи открываете. Выбрасывается она. А вот такие вот обычные пластикатовые пакетики есть абсолютно в любом доме. Нарезать нужно в размер нашей ложечки. У меня есть, сохранились вот такие коробки. Допустим, ложки-вилки, эти чайные у меня вот здесь они хранятся. Поэтому мне проще в этом смысле, что я их запихиваю туда. Если их нет, этих коробочек, тогда берите произвольно любую коробочку. Заведите какую-нибудь красивую коробочку. Я вот все это здесь замотала так в полотенце. И теперь мы с вами попробуем все это завернуть. Ну вот давайте, вот у меня осталось еще с тех времен, с тех заворачиваний. Берем нашу ложечку и наша задача плотно-плотно ее туда законсервировать. Замотать, попросту говоря. Вот так вот. И вот эта продавщица в ювелирном, она мне это объясняла. С тех пор, прошло много лет, и у меня ложки сохранили свою, вот этот первозданный вид. Если их не запускать сильно, не оставлять после праздника. Иногда бывает, знаете, праздники такие бурные. Все это намоешь, оставишь, засунешь, и она там лежит. И вот тогда не начинает темнеть. Как только в таком положении, которое я показываю вам сейчас, они могут храниться сколь угодно. Эта продавщица мне говорила, что самое главное, чтобы они были упакованы, вот эти ложечки, как бы очень плотно. Не то, что так, это обмотали, а здесь осталось. То есть, ну, как бы всю ее. Вот эта, наверное, слишком большая. То есть, можно вырезать под размер, который вам нужно. Потому что у меня есть и длинные ложечки, видите, и покороче. Сделав это однажды, вы эти бумажки, не бумажки, а эти пластикатики, просто оставляете в этих коробочках, и все рядом. Потом намыли, натерли это, вытерли все, сухим полотенцем растерли. И обратно запихали вот в эти же бумажки, то есть, в пластикатые. То есть, их не надо резать и выдумывать каждый раз новые. Вот так. И у меня вот коробочка нет, так нет. Вот сюда они уходят. Так поступаем с каждой плотно-плотно их туда. Потому что, если они просто даже так лежат, они темнеют. И, конечно, красоты это не придает. Ложечки я уложила, закрываю этой крышкой. И они уходят на место хранения ящика, или в чем они у вас хранятся. Беру следующую. В этой у меня маленькие вилочки. Та же самая история. Ничего не меняется. По сути, все эти пластикатики, кусочки у меня были. Но я вот хочу вам показать. Поэтому нарезаю. Вместе с вами будем делать новые. Иногда их надо когда-то обновлять. Я их прямо вот так вот нарезала, такими полосочками. И теперь мы с вами вилки будем маленькие. У кого большие приборы, вырезайте, соответственно, все больше. Вот и все. Сильно большие шматки тоже резать не нужно. И отправляем в коробочку. Наша задача, чтобы в коробке, в которой они будут храниться, они бы не размотались. Чтобы... Суть состоит, в принципе, в том, чтобы там уменьшить или вообще прекратить как бы доступ воздуха. Поэтому мы их заматываем. Так поступаем со всеми своими вилочками. Сейчас я закончу с маленькими ложечками, вилочками. И мы с вами с вами к большим, большим приступим ложкам, вилкам. У кого что есть, то и заворачивайте. Тренируйте пальцы перед новогодними подарками. Заворачивайте. Еще одна коробочка. Здесь у нас вилочки тоже готова. Закрываем ее. И отправляем к ложкам в шкафчик, где у нас это все с вами аккуратно хранится. Теперь переходим к более крупным предметам. Для них, соответственно, пластикат вырезаем покрупнее, побольше их заматываем. Для более крупных изделий я приготовила вот такую коробочку. И теперь мы будем с вами больше, просто побольше вырезать этот пластикат. Примерить можно заранее, чтобы хватило. А то, знаете, кажется, иногда прям кажется, что вот одной длины вот этой ее и хватает. Видите, как они при наматывании еще больше забирают от этого пластиката. Поэтому не скупитесь. Большие наши предметы мы теперь тоже берем. Видите, я такой сделала, как круг. Не разрезала его вот так, чтобы он поплотнее здесь прилегал ко всему. Так, и наша ложка отправляется тоже в коробочку. И так со всеми. И так со всеми. И лопатками. И все, что у вас имеется. Все туда. И снова в коробочку. С лопатками точно так же во все время. Ну, вот и все. Коробочка сложена. И здесь две с ложечками, вилочками тоже. Все. Все. Это наша с вами красота чистая. Уходит в шкаф. До праздников. Вот такой простой способ позволяет ложкам золотым, лопаткам не темнеть. А как вы сохраняете блеск ваших изделий? Как вы чистите серебро, золото? Как чистите хрусталь? Расскажите мне, пожалуйста. Напишите мне в комментариях. Вот скоро нам надо будет с вами чистить люстру хрустальную. Я не знаю, как ее чистить. Что вы посоветуете мне? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас прощаюсь с вами. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки за это видео. Делайте репосты. Подписывайтесь на канал. И всего вам самого светлого, самого доброго, хорошего настроения. Ведь скоро праздники. Волшебство, запах мандаринов. Поднимаем себе настроение. Не падаем духом. Солнышко в душе вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok